Министерство культуры и информации говорит и показывает, собравшиеся здесь и есть настоящие гражданские активисты. Из десятков заявленных на конференции заметно всего несколько. Вот активистка движения «Защитим Кокжайляу» Карлагаш Макатова. «Кокжайляу» – уникальная заповедная плата в горах Алматы, где планируется построить казахский кушавель. Из вопросов и ответов четко прослеживается и сама природа, и природа власти. Мы против проекта, мы не против Акимата. Конечно, мы против Акимата, мы против проекта «Застройки Кокжайля». Получается, вы против проекта, не против Аясимова, не против Назарбаева, да? Нет, мы не сам Назарбаева. Активист движения «За справедливые декретные» Алия Дельмашева рассказывает о своем личном опыте борьбы с госмашиной. В прошлом году активисты организовали по стране серию митингов с требованием не принимать закон, сокращающий декретные выплаты. Но закон, конечно, все равно приняли. Движение отныне живет только в соцсетях. А может быть другого быть не может, если просто проводить переговоры, то это можно долбиться в эту стену до бесконечности, и это будет затягивать, затягивать, затягивать. А если просто проводить митинги, при этом не задяясь в соцсетях, то от этого тоже эффекта не будет. Поэтому все должно быть вместе, однозначно. Правозащитники и активист движения «Антигиптил» Буатпек Блялов на сошелкамп не пошел. Нет мотивации. Считает, большая часть неправительственного сектора сидит на грантах, как на дотационной игле, и дрожит. Ведь задача же НПО – это не просто выявить одну проблему, не просто высветить ее и не просто разрешить, а в ходе именно разрешения и взаимодействия с этим должно быть прежде всего гражданское воспитание людей. Вот этого гражданского воспитания людей я не вижу. Сегодня в Казахстане не осталось ни одного гражданского движения, которое объединяет все социальные слои населения или часть граждан по той или иной проблематике. Эксперты отмечают, что все это не без помощи государства. Пожалуй, и не вспомнить, когда гражданский сектор одерживал победу в споре с властью.